В канун Дня города в Саранск часто приезжали гости из Батевграда. В 2008-м Владимир Сушков, который в то время был мэром столицы Мордовии, спросил, почему не приехал глава болгарского города Побратима. Как господин Георгиев поживает? Хорошо. Хорошо. Почему не смог приехать? На что представители делегации ответили, что он приедет в следующий раз, если саранские коллеги нанесут ответный визит. На национальный праздник, который пройдет 6 сентября. В Батевград наши, конечно, съездили. И в 2010-м Георгий Георгиев приехал в Саранск. Я и вся наша делегация из Батевграда уже за небольшое время пребывания удивлены и впечатлены тем, что мы увидели, пройдя по центральной площади. Как изменился, как похорошил ваш город. Традиционное возложение цветов к памятнику Христа Ботеву завершилось национальными танцами. А в 2014-м гостей из Батевграда, с которыми Саранск дружит с 1966 года, встречал уже Петр Тултаев. Дружба всегда нужна, тем более между братскими народами. Дружба может развиваться в различных направлениях – культура, бизнес. Поэтому такие братские отношения только приветствуются. Вот только с тех пор братья-болгары в Саранск пока не приезжали. А в июне 2011-го Мордовию посетил Владимир Путин, чтобы на месте обсудить, как идет подготовка к празднованию тысячелетия единения мордовского народа с народами России. И решить, что еще нужно сделать. В рамках подготовки к празднику в республике было построено и капитально отремонтировано больше 40 объектов социальной инфраструктуры. Готовясь к юбилейной дате, мы по уже сложившейся традиции особое внимание уделили вопросам об устройстве и развитии региона, совершенствовании его социальной инфраструктуры. То есть сконцентрировали ресурсы на тех проблемах, которые наиболее значимы для людей, которые здесь сегодня живут. А в прошлом году в Саранск снова приезжал большой футбол. На стадионе Мордовия-арена встречались сборные России и команда «Сан-Марина». 10 июня Юлия Порунова рассказывала, что поддержать нашу сборную приезжали 42 тысячи болельщиков из разных уголков страны и даже Китая. Здесь очень красивый стадион и очень надеюсь, что сегодня сборная России покажет великолепную игру. Из Сан-Марина приехало всего 10 самых преданных фанатов. Но Людмила Кусерова смогла не только отыскать их в толпе, но и найти с ними общий язык. Мы прилетели вчера и вечером гуляли по Саранску. Очень понравился ваш город. И мы надеемся, что вечерний матч будет также хороший и для Сан-Марина. Это будет трудно, потому что Россия сильна. И России, в принципе, больше. Сан-Марина – очень маленькая страна на юге Италии. У нас живет всего 30 тысяч человек. А в Атяшеве проходил первый праздник яйца. На районном фестивале «Золотое яйцо» восхваляли и куриц, и фермеров, которые их выращивают, и разнообразные блюда из яиц. Яичница, запеканка, яичная пицца, пирог с луком и яйцом и наш мордовский национальный пирог с картошкой, который называется «Каймак». Попробуйте. Очень вкусно. Людмила Чекал. Наши новости.